Запись включена Евгений Измаилович, мы можем начинать, включите микрофон только, там зеленькая должна гореть, вот он, да. Начинаем заседание диссеркционного совета факт 2.5.14.001, не так виднее. Председатель диссеркционного совета Ишмуратов Паниль Закивич, зампредседателя диссеркционного совета Рыжат Евгений Измаилович, то есть я, члены совета Ковалев Игорь Евгеньевич, Смотрова Светлана Александровна, Фильдштейн, Валерий Адольфович и Лычок Сергей Александрович, диссертант фон Мюнтун. Евгений Измаилович, если Вы дадите мне слово, я могу это быстро зачитать. Да, конечно. Да. Благодарю Вас, Евгений Измаилович. Мы рассматриваем диссертацию «Оптимизация формы прогаси элементов при проектировании замкнутой конструкции по критериям прочности и минимума веса», представленный на сыскании ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.5.14 «Прочности, тепловые режимы летательных аппаратов». Ведущая организация – это Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московского авиационного института «Скоп» как национальный исследовательский университет. Научный руководитель – Федулов Борис Никитович, доктор физико-математических наук, профессор кафедры теории пластичности и механико-математического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московского государственного университета им. В. Ломоносова. Евгений Измаилович, разрешите я зачитаю все документы, представленные соискателем. Хорошо. Благодарю вас. Соискателем были предоставлены следующие документы. Первая – диссертация, опубликованная 7 марта 2023 года. Вторая – автореферат, опубликован 28 апреля 2023 года. Отзывы научного руководителя – это Федулов Борис Никитович, доктор физико-математических наук, профессор кафедры теории пластичности, механико-математического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московского государственного университета им. В. Ломоносова. Далее – заключение организации, где проводилась апробация – это Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования Московский физико-технический институт, скоконациональный исследовательский университет. Также было предоставлено два отзыва. Первый от Мовчина Андрея Александровича, доктора физико-математических наук, профессора, главного научного сотрудника отдела механики адаптивных композиционных материалов и систем, Федерального государственного бюджетного учреждения науки, Институт прикладной механики Российской Академии Наук. И второй отзыв от Юргенсена Андрея Сергеевича, кандидата технических наук, начальника отдела сопровождения пространственных испытаний, акционерного общества Уральский завод гражданской авиации, в скобках УЗГА. Также были предоставлены дипломы об окончании эспирантуры, выданным Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования Московский физико-технический институт, скобка Национальный исследовательский университет, 16 июля 2019 года, где также указано, что наш соискатель сдал следующие экзамены по иностранному языку с оценкой «Хорошо», по истории, философии и науки с оценкой «Хорошо» и по специальности с оценкой «Хорошо». Документы были предоставлены и опубликованы на сайте МФТИ в срок и соответствуют требованиям положения по осуждению ученых степеней кандидата наук доктора наук в МФТИ. Фонд Минтун принят к защите протоколом голосования Экспертного совета по техническим наукам номер Т-2023-6 от 18.04.2023 года. На сайте опубликованы письменные заключения по содержанию диссердации, которые были подготовлены членами диссертационного совета. Первое заключение – Ташмуратова Фаниль Закиевича, председателя диссертационного совета, доктора технических наук, начальника отдела Федерального автономного учреждения Центрального гидродинамического института имени профессора Н.Е.Жуковского, скобка ФАУТСАГИ, профессора кафедры прочности летательных аппаратов Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования, Московский физико-технический институт, скобка Национальный исследовательский университет. Далее заключение от Ковалева Игоря Евгеньевича, доктора технических наук, профессора, начальника управления научной деятельностью Федерального автономного учреждения Центрального региономического института имени профессора Ежековского, скобка Фауцаги. Также от РЖК Евгения Измайловича, это заместитель председателя диссертационного совета, доктор физико-математических наук, старшего научного сотрудника, главного научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения науки, Институт физики земли имени Аюшмитта, Российской академии наук, профессор кафедры прикладной механики Федерального государственного автономного образования учреждения высшего образования, Московский физико-технический институт, скобка Национальный исследовательский университет. Далее заключение предоставила Смотрова Светлана Александровна, доктор технических наук, начальник научно-исследовательской лаборатории Федерального автономного учреждения Центрального гидродинамического института имени профессора Ежековского, скобка Фауцаги. Также заключение предоставил Фельдштейн Валерий Адольфович, доктор технических наук, главный научный сотрудник акционерного общества Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, скобка Хаоцнимаш. И последнее заключение от Лычева Сергея Александровича, доктора физико-математических наук, доцента, ведущего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем-механики имени Аюшлинского Российской Академии наук. Евгений Измаилович, я все. Благодарю вас. Приглашается диссертант Фон Вин Тун. Пожалуйста. Здравствуйте. Уважаемые представители, члены диссертантского совета и коллеги. Меня зовут Фомин Тун. Я из Республики Саус-Мьями. Моя специальность 2514 – прочность и тепловые режимы летательных аппаратов. Мой научный руководитель, доктор физико-математик наук, Педуловарис Никитавич. Тема моей диссертанционной работы называется «Оптимизация формы» в другой оси элементах при проектировании загнутой конструкции по критериям прочности и минимума веса. Цель нашей работы является объявлением разработки новых направлений, проектирования, снижения одностейного веса и уровня деформации авиационной конструкции для оповещения их эксплуатационных параметров. Конкретным направлением является определение разъянных соотношений и параметров конструкции летательных аппаратов с загнутым крылом, обеспечивающих получение более высоких характеристик весовой отдачи по сравнению с самолетами традиционной монопланной схемы крыла с линейной осой. Данная работа состоит из беженей трех глав и бибодов. Глава 1. Характеристики загнутого крыла летательного аппарата с линейными упругими осями. В первой главе бибонян обзор научных и конструкторских работ по загнутому крылу с точки зрения различных наук, обеспечивающих их достройства и недостатки, современные проекты и их реализации. В научном мире, помимо работ, пока мало обещающих материалов на эту тему, поэтому в главе достаточно основные свечения по этому вопросу, что должно воспомнить конструкторам в рекомендации и знаниях по этих вопросам. Глава 2. Методы и алгоритмы оптимизации дискретной модели конструкции. Во второй главе работы приведены теоретические основы расчета на прочность и оптимизации конструктивно-силовицкой, методические оборудования с загнутой силовой контурой, параметрические зависимости веса и диформации загнутого крыла с промолинейными и криволинейными упругими осями, в зависимости от назначения и различных геометрических соотношений проекта. Глава 3. Обращение исследования в предшественниках методика поиска оптимизации криволинейной формы упругой оси крыла и приведенные результаты исследований. Глава 3. Избрение направления совершенствования конструкции и летательных оборотов. В третьей главе описание исследования по совершенствованию проекта ветиканов взлетающего самолета «Кометоплан» с позиции снищения веса его крыловой системы обеспечения прочности при условии сохранения характеристик летательных оборотов подруги дисциплины. Использованы известные методики в расчетах прочности и веса крыла летательного оборота, описанные из развития и взаимодействия. На слайде показаны рисунки из истории летательных оборотов с загнутым крылом. На слайде показаны ката Мьяма «Наша страна» в апреле 1944 году на Северой Виме, как тогда назвала «Наша страна» в первой мировой практике, в боевых операциях приняли участие ветолеты. Тебе «Кометоплан» перекрывает всю территорию Республики Саус-Мьяма с ветиканой взлетой и посадкой в любую туристическую точку страны. На слайде показаны ката Россия. Здесь сопоставление оперативной зону ЧСБ, ветолета и «Кометоплана». «Кометопланы» также решают многие проблемы России, особенно при фазировании на островах Северного Литовитого океана в Сибири и на Данян-Востоке. На слайде показаны достижимые характеристики проекта «Петолета» и «Кометоплана». Это «Кометоплана» – поисковая концепция, обеспечивающая снижение бесконструкции крыла. На слайде представлены анализ существующих и перспективных транспортных средств, показа, что Россия нанотехническое решение для летательного аппарата может быть найдено во власти адаптивной конструкции, то есть летательного аппарата, подстраивающего свою конфигурацию под режим полета. Адаптивная конструкция особенно важна для летательного аппарата с ветерином, взлетом и посадкой. Вышение задач адаптивной конструкции к режиму полета требует дополнительного расхода материала, который должен быть снижением бесконструкции в целом. На слайде показаны подъяснения достройства конструкции самолета с загнутым крылом, снижение веса конструкции и уменьшение деформации крыла, возможность непосредственного управления подъемными и боковыми силами. На слайде представлена оценка веса крыла, а ее формула и снижение веса конструкции и мощь, полученные такие посредства. На слайде показаны эффект снижения нагрузки в загнутом крыле. Вес конструкции крыла летательного аппарата может достигать 10% его взлетного веса. Основной вклад в вес крыла вносит элементы, воспринимающие изгиб крыла. На слайде показаны анализ нагрузки крыла самолета с загнутого спаинь, концевую частью на коневую зону, с самого загнутого крыла. Здесь полученные результаты пригодны для общей характеристики нагрузенности загнутой конструктивно-силовой схемы, изгибающими моментами и сравнительной осенью веса варианта конструкции по площади эбюра и изгиб. На слайде представлен анализ внутреннего нагрузки самозагнутого крыла самолета по методу СИИ и построение эбюра и изгиб для расчетной схемы от внешней СИИ летательного аппарата основная система эбюры от единичной СИИ. На слайде показаны методы исследования, расчет здесь 24 статистические неопределемые системы по методу СИИ эбюры изгибающих моментов и изгиб при шанинном стыке и эбюры изгибающих моментов и изгиб при естком стыке. В расчете при естком стыке существенно легче, чем при шанинном стыке. Здесь уже простое визуальное сопоставление битов и омлетов, полученных эбюра и изгиб, показывает, что есткому варианту соответствует существенно меньшая площадь эбюра и изгиб, что характеризует подъясненный выигрыш есткого варианта в весе, а также снижение максимальных дефамаций. На слайде приводится лист базового расчета с использованием в электронной таблице из-за решения для верхнего и нижнего крыла. Программируется как статистически определимая задача типа консольной вальки, а реакции их взаимодействия в концевых сечениях находятся по программе метаконечных элементов интервьюрациона. На слайде показано внешнее нагрушение загнутого крыла при образовании внутренних нагрузок, взаимодействие пьяневого и нижнего крыла в форме изгомии у другой оси. На слайде представлено благо схема расчета наша исследовательская работа. Здесь личным вкладом является автоматизированного подсчета площадей и бюджет внутренних усилий и огранизащей взаимодействия программы Эйзе с промоцкой аж пульсом. На основе электронной таблицы Эйзе на фазе составят модельный программ, с помощью которой можно анализировать влияние геометрии оси крыла на потребный пьес волочной конструкции. Программа СКХ-8 используется для трехменного изображения объектов визуального контроля, балансировки летательного оборота, пересечения элементов и так далее улучшения проекта. Программа СПРОМАШ на этом программе мощная расчитачь раму, выполняет расчет волочных систем в плоскости сопостроения эпил, переразвивающийся к усилиям растяжения исчезания энд и диформазии. Эта программа мощна расчитать высокие сложности, в том числе бибоний, расчет рам и фан. На слайде показаний влияние формы упругой оси загнутого крыла летательного оборота на структуру веса и его силовых элементах. Ведется параметрический поиск наилучший по критерию минимума веса формы криволинейной упругой оси загнутого крыла. На внизу риск сопоставления исходная линейная и оптимальная форма оси. На слайде показаний обликовые дрогменные модели, которые состоят с использованием в программе Skych8. Здесь представлены вид каметоплана в Крыльцовском болоте и вид иного варианта в режиме взлота и посадки. Для соответствующих конструктивно силовицкой исчезла оптимальная форма оси заднего криволинейного крыла. Перед ней крыло имеет прямую осу, поскольку учитываются конструктивные ограничения связанные с близостью земли в режиме посадки гитариного аппарата. Поворот движителей при взлете и посадке осуществляется вокруг актуаторах трубчатой осени изготовленной из сопроводящей формы, которые являются неразрезными сокручиваниями элементов. На слайде представлены некоторые рабочие этапы годинок в завиточах у другой оси заднего крыла летательного аппарата обеспечивающие его минимальный вес. Первая рисунка на слайде точек обеспечивает варианцию высоты точки крыла лечащего в плоскости симметрии летательного аппарата. Параметрический расчет ведется по программе в Эйзе на риск показана шкала высот возможного крепления коневого сечения заднего крыла летательного аппарата, которые являются наиболее важным параметром в достижении разъянной криволинейной упругой оси крыла. На слайде представлены сравнение вариантов формы упругой оси согнутого крыла по критерию веса силового материала в таблице сопоставления из веса и процентов улучшения. Параметрический расчет ведется по программе СПРАММАШ по расчете показано, что вариант с криволинейной упругой оси существенно легче, чем промолинейный вариант. Но расчеты учили только основной бит внутреннего нагружения изгиба. На риск наличие стримума в зависимости веса крыла от высоты точки крепления крыла H-сумметрии в водовом сечении графика на риск показан по вертикали номерованный вес относительно исходного варианта, в котором ганевое сечение крыла лежит на верхней точке фюзеляша На слайде представлены сравнение площади эпюра МСГИ из характерных вариантов. На основе серии расчета приведены примеры вариантов упругой оси загнутого крыла и их сопоставление по критерию минимума веса силового материала, по счету суммы площади эпюра МСГИ ведется с учетом их значений, взятых по модулю. На слайде в таблице сравнение из веса и процентов улучшения проводят в японии параметрические исследования при условии подстранства размах крыла, строительная высота в водовом и концевом сечении сумма нагрузки вверх и естка сечения крыла. На слайде показаны параметрические исследования весовые характеристи здесь сопоставление эпюра МСГИ вариантов крыла летательного оборота с линейной и кусочной линейной формы загнутых упругих осей. На слайде сопоставление известных конструктивных решений по загнутому крылу по весу здесь получение различными авторами для разных проектов имеют общие тенденции вонообразности и близкий уровень подъясенного выигрыша в весе. На слайде показаний лабораторной работы здесь фрагменты испытательного стенда создаваемого в лаборатории прочности на ФМФТИ для исследования активных элементов из сопроводных формы мочи загнутого крыла содержит адаптивный элемент S-образной формы из сопроводных формы которые при нагреве меняют свою кристаллическую структуру и разговаривают с состоянием ваших усилий на слайде просто показана подготовка экспериментальной установки и мочи загнутого крыла на ФМФТИ на слайде представлено эпюра извинения угла атаки по размаху крыла при воздействии и шайве актугадара из сопроводных формы на внизу лист сформулированная в программе SkyHB7 при нагреве и при отложении на слайде представлены функциональные споиска сопроводных формы которые позволяют помидовать на их основе управляющие интеллектуальные устройства реагирующие на изменения во внешней среде и условия нагружения летательного аппарата а также вводят внутренние усилия и взаимные перемещения в элементах неразрывный образом как дефамазии а не механизмы а на слайде показаны проектировочные соотношения для трубчатого актугатара и сопроводных формами Николит Титен а на слайде сформулированная в программе СКХ-8 модель загнутого крыла пространственное вращение модели позволяет увидеть и исправить явные ошибки в случае телевизионного контроля балансировка летательного аппарата пересечения элементов и датали и улучшение проекта на слайде представление публикации на слайде показаны аппаратия результатов на следующей конференции на слайде представление у меня получили сертификаты из конференции на слайде показаны заключения приведем обзор и результаты получения обоснована актуальная поиска конструктивных силовицких летательных аппаратов способных адаптироваться к вращению полета расчетными методами исследована криволинейная форма оси заднего элемента обеспечивающая снижение веса соответствующего участка крыла составляет 10-15% обоснована актуальная использование функциональных использований сопровождений которые позволяют помиловать на их основе управляющие интеллектуальные устройства реагирующие на изменения во внешней среде и условия награждения летательного аппарата исследована моче загнутого крыла содержащая адаптивный элемент образной формы и сопровожденной формы которые при нагреве изменяют свою кристаллическую структуру и разгибаются в состоянии ваших усилий при этом деформации меняю управляю угли отагивающие системы крыльев в результате расчетов и эксперимента дают основу для разработки адаптивных авиационных конструкций на на следующий представление облачения вносиме на защиту, научная новизна, теоретическая значимость, практическая сеназ и личный вклад автора. Спасибо за внимание. Вопросы и замечания. Я понял. Спасибо, Евгений Измаилович. Так, самая такая своеобразная часть. Первое замечание от Ишмуратова Фаниля Закиевича. Читаем. Некоторые предложения стилистически неверны. В диссертации и в автореферате некорректно указано, что объектом исследования является снижение веса конструкции крыла летательных аппаратов на основе новой замкнутой формы. На самом деле, конечно же, объектом исследования являются новые конструктивные силовые схемы, которые должны обеспечить снижение веса конструкции. Как? Можете отвечать. Да, согласен. А, вы согласны. Фаниль Закиевич, вы удовлетворены ответом? Да. Удовлетворены. И следующее замечание от Фаниля Закиевича. В работе встречаются описки и ошибки. Неаккуратно выполнены подписи к некоторым рисункам. Неудачно вставлены рисунки в текст, что затруднять чтение. Вот, вы можете отвечать. Да, согласен. А, Фаниль Закиевич, соискатель согласен. Да, вы удовлетворены. Спасибо большое. Следующее замечание от Фельдштейна Валерия Адольфовича. Работа несколько перегружена описанием ранее выполненных работ, что затрудняет оценку авторской новизны материалов диссертации. Валерия Адольфович, вы согласны с ответом? Да. Все, Валерия Адольфович кивнул. Дальше от Кавалера Игоря Евгеньевича. Замечание. Первое. В работе нигде не говорится, что преимущественно получено именно из-за использования схемы замкнутого крыла. Это становится понятным только при детальном изучении диссертации. Можете отвечать. Игорь Евгеньевич, вы удовлетворены ответом? Да. Спасибо большое. Следующее замечание от Игоря Евгеньевича. В продемонстрированном исследовании не удалось найти описание метода, с помощью которого автор искал оптимум. Конечно, из продемонстрированных графиков оптимум не очевиден, но каким образом поступал диссертант, перебирал все параметры, а потом понятным образом выбирал оптимум, либо использовал некоторый алгоритм. Вы можете отвечать. Да, согласен с замечанием. Некоторые предложения неправильные, почаще. Так, а алгоритм-то не можете поточнее писать? Вот как вы оптимум искали все-таки? Пожалуйста, можно вопрос еще раз. А, еще раз. Вот вопрос от Игоря Евгеньевича. Про демонстрированном исследовании не удалось найти описание метода, с помощью которого автор искал оптимум. Да, согласен. Да, можно вылезть. А можете описать методику или нет? Да, это методику о методах, изгибающих моментах МСГ при жестком стыке. Это метод использовала программа СПРОМАШ. Далее использовалась специальная программа, основанная на методе градиентного списка. Максиму выберется из анализа изменения всех параметров. Так, использовался Игорь Евгеньевич, по сути, использовался метод градиентного спуска. Вы удовлетворены ответом? Да. Спасибо большое. Ну и следующее замечание от Игоря Евгеньевича. В тексте диссертации имеются ошибки русского языка. Ну, я думаю, это отвечали уже. Да, согласен для меня, не у родных русский язык и, конечно, славы, особенно русские фразы, научные фразы. Понятно. Игорь Евгеньевич, вы удовлетворены. Да. Спасибо большое. Следующее замечание или замечание от Ржака Евгения Измаиловича. В изложении работы следовало бы более четко обозначить соотношение между расчетной частью работы и частью, посвященной экспериментам с материалами с памятью формы. Идея, лежащая в основе объединения двух проделанных исследований, желательно было сформулировать перед изложением их содержания. Да, согласен за замечание. Судевая часть работы глава 3. Да, согласен за замечание. Евгений Измаилович, вы удовлетворены. Вы только поближе держите. Удовлетворен. Спасибо большое. Так, следующее замечание от Смотровой Светланы Александровны. Вас много. Да. Первое. В диссертации приведена разработанная автором модель циклического приводокручения, выполненная на основе трубчатого актуатора в скобках адаптивного исполнительного элемента С-образной формы для цельноповоротного вертикального перенелетательного аппарата на основе СПФ. Контролировал, скобках измерял, проверял ли диссертанту модели величины жесткости и значения модулей упругости издвига. Какие значения толкающего усилия можно развить при нагревании трубчатого актуатора? Да, согласен. Не проверю. Силей хватало. Для эксперимента в будущем авиазаде надо проверить. Так, Светлана Александровна, вы поняли ответ, нет? В принципе, понятно. А, вы удовлетворены ответом? Да. Спасибо большое. Следующее замечание от Светланы Александровны. КПД устройств на основе СПФ находится на уровне 4-6%. Достаточно ли будет энерговооруженности силовой установки летательного аппарата для отбора мощности с целью управления адаптивным элементом в скобках актуатора? Да, мощности с управлением адаптивным элементом 4-8% хватало. Так, общая мощность, которая требуется для летательного аппарата, она какая примерно? Ну, не оценивали, не оценивали? Или мощность на стенде какой, как бы, потребовалась для... Да, мощность, а оценить. Оценить можно, да, но вы не оценивали? Да, не оценивали. Светлана Александровна, вы удовлетворены ответом? Да. Да, удовлетворены. Хорошо. Далее. В качестве замечаний. В работе встречается много описок и ошибок. В некоторых местах отсутствуют формулы объяснения сокращения или наоборот. Несколько раз дается расшифровка аббревиатур. Неаккуратно выполнены подписи к некоторым рисункам. Не пронумерованы некоторые формулы. В тексте работы нет четкого указания на личный вклад автора, который, несомненно, имеется, судя по содержанию представленной диссертации. Да, согласен. В работе ваше обведение и описание прошло исследование, но в диссертации авторопереде написан личный вклад автора. Светлана Александровна, я тоже поясню. Тут у нас же есть документ, называется «Заключение об апробации», который дал МФТИ. И там вот в одном из подразделов как раз посвящено полностью описание личного вклада. То есть у нас просто нет в ГОСТе требования вписывать личный вклад в диссертацию, то есть сам ГОСТ посмотреть. Зато есть требования к организации, выпускающей его, прописать. У нас вот так вот выходит. Я смотрю. Да. Светлана Александровна, вы удовлетворены ответом? Да. Все, спасибо большое. Следующее. В качестве рекомендаций в дальнейшем желательно провести испытания разработанной модели привода кручения элементов крыла при большом числе наработок циклов с целью проверки технических характеристик адаптивного элемента на основе, но сплавов с памятью формы. Также рекомендуется использовать полученные в работе результаты при проверке разработанных автором технических и технологических решений в летном эксперименте, в первую очередь на свободно летающих моделях. Да, согласен. Я в диссертации так рекомендую вас. Ну, Светлана Александровна, вы удовлетворены ответом? Да. Спасибо большое. Далее, Лычев Сергей Александрович, он дал такое вот замечание. В таблице 6 приводится удельный вес различных вариантов геометрии крыла. Он измеряется в квадратных метрах. Наверное, стоило бы дать некоторые пояснения, либо заключить используемые единицы в кавычке. Да, согласен. Это условные единицы. Без самолета измеряется в квадратных метрах. Это площадь Эбюра. Поэтому там квадратных метрах и условные меры измерения площади Эбюра АМИСГИ по модулю при приятном масштабе ЧТС. Сергей Александрович, вы удовлетворены ответом. Все, Сергей Александрович кивнул. Далее, ведущая организация тоже дала некоторые замечания. Первое. В разделе 2.2 утверждается, что первые работы по криволинейному крылу, в основу оптимизации которых были заложены критерии обеспечения прочности и минимального веса, проводились в ЦАГе в 1990-х годах. Однако далее по тексту упоминается работа о дискообразном крыле, построенном в 1908 году Гуртом. А в 1964 году советскими учеными был предложен летательный аппарат, имеющий криволинейную ось вытянутой эллиптической формы. Вы можете отвечать. Да, согласен, все замечания. Евгений Измаилович, мы удовлетворены ответом человека на... Ну, да, на все замечания были даны ответы. Нет, нет, стойте, стойте. Мы сейчас по отдельной... Выключили случайный микрофон. Сейчас вы удовлетворены... Евгений Измаилович, вы удовлетворены ответом дискоискателя на данное замечание в ведущей организации? Да. Все, спасибо большое. Далее, следующее замечание от ведущей организации. В работе много внимания уделяется методам анализа, в то время как параметры оптимизации не выделены в явном виде. Да, согласен, параметры оптимизации не выделены в явном виде. Потому что это крыло весело, крыло параметрируется набором точек, набором точек координаты, которые есть, параметры оптимизации. Целевая функция это без крыла, поэтому в работе показания оптимизации. Евгений Измаилович, мы удовлетворены ответом. Да. Хорошо. Следующее замечание. В работе присутствуют стилистические ошибки, некорректно используемые падежи к некоторым словам. Например, подпись к рисунку 3.19 на странице ст. 7. Да, согласен. Согласен. Замечание, да, некоторые предупреждения неправильные. Ну, далее. Следующее замечание. Нумерация страниц имеет несоответствие с оглавлением. Например, выводы приводятся на 118-й странице, а не на 120-й, как указано в содержании. Да, согласен. Когда я сделаю Microsoft, все совпадает. Но когда я дам совет Microsoft, я думаю, что комментировать в период, я думаю, что нумерация меняет. Хорошо. Евгений Иванович, мы удовлетворены на ответы на ведущую организацию? Да. Вот замечание. Так, и далее идут отзывы от, по сути, Юргенсона. Замечание из отзывов Мовчина Андрея Александровича и Юргенсона Андрея Сергеевича. Первое замечание. Отсутствует оценка влияния на аэродинамические характеристики изменения формы крыла в плане. Для самолета вертикального взлета и посадки нет оценки эффективности использования замкнутого крыла для данного класса летательных аппаратов. Можете отвечать. Да, согласен. Замечание про лоди. Евгений Иванович, мы удовлетворены ответом? Да. Спасибо. Следующее замечание. Не рассматривается влияние конструктивных решений при проектировании крыла на распределение сгибающего момента, а также не учтено распределение крутящего момента по крылу. Да, в работе крутящие моменты не учтено рассмотрение отоганного варианта без оптимизации распределения силовой схемы. Согласен. Замечание. Евгений Иванович, мы удовлетворены ответом. Следующее. В рамках анализа элементов с памятью формы отсутствует четкая постановка эксперимента. Таких параметров, как жесткость пластинки, анализ весовой эффективности предлагаемого решения, влияние на аэродинамические характеристики. Да, наверное, надо было подробнее описать, но там я хочу показать, в принципе, анализ, возможно, сдеформировать крылья и менять аэродинамические параметры. Там я посмотрю в основном, что меняется угол атаки, но возможно, различное применение данного похода – это только первый шаг. Евгений Иванович, мы удовлетворены ответом. Хорошо. Следующее. В работе проведены экспериментальные данные по изменению угла атаки плоскости замкнутого крыла с помощью сообразного актуатора. В дальнейшей работе рекомендуется провести теоретическое исследование соответствующего эффекта. Да, согласен с этим замечанием. В работе так рекомендуется. Евгений Иванович, мы удовлетворены? Да. И третье, а последнее замечание. В тексте работы встречается ряд неудачных словосочетаний, таких как «сочленение мебиуса для замкнутого крыла». Встречаются стилистически неверные фразы, что связано с тем обстоятельством, что русский язык не является родным же соискателя. Да, я согласен, что сказать, у меня не родные едят и, конечно, славы научные фразы. Евгений Иванович, мы удовлетворены? Да. Глубоко уважаем член диссертационного совета, у нас закончились замечания из всех документов, из отзывов ведущих, членов совета и других специалистов. Вам надо позвать его, чтобы научно-отповедить. Так, он темно позволь. Итак, пожалуйста, научный репортаж, здесь пять селены. Да, микрофон уже. Уже включен? Да. Так, ну, работа на самом деле довольно-таки большая, то есть там видно, не все даже в презентацию вымещается. Но вот я должен первое, что сказать, что все постановки задач принадлежат Владимиру Николаевичу Семенову. У него вот много наработок в этом направлении. И, ну, как бы там многие термины идут из предыдущих работ. Что касается, собственно, самой работы, то, видимо, в классических уже компоновках сложно найти какой-то прогресс, прорыв такой, что ли, серьезный. А в неклассических компоновках летательных аппаратов что-то еще можно найти. И вот как раз фон Винтун оптимизирует здесь замкнутое крыло. Происходит вот оптимизация, ищет ее форму. Надо отметить, что результат его качественно совпал с результатами других исследователей. Вот видно по такой характерному перегибу верхней части крыла. Стоит отметить, что это все-таки аппарат еще с вертикальным взлетом. Сам по себе он такой малопроработанный, и тут все, в принципе, любые варианты обладают новизной. И надо отметить, что вот эта именно новая схема позволила использовать вот такой простой актуатор. То есть мы вот просто, ну, как бы двухэтажное крыло такое, по диагонали вставляем этот актуатор, он сразу меняет угол атаки, если удлинять. Это на самом деле тоже снизит вес, но оценить это сложно, просто в сравнении с другими электрическими, гидролическими приводами. Но тем не менее, то есть вот тут какая-то сцепка происходит, что новые схемы используемые, новые системы управления появляются. Вот, надо сказать, что он довольно-таки глубоко там еще. А, ну, надо сказать, что вот то, о чем здесь говорили, что вот эти параметры конкретные, какие нужны, какая мощность, нужно все-таки разбираться. Если мы конкретный самолет будем делать, надо смотреть, из чего крыло, какого оно размера, то есть чтобы его так продеформировать, какая мощность нужна. То есть тут он, в принципе, принципиальную возможность этого делать показал, вот в такой компоновке. Ну, и надо сказать, что он глубоко там погрузился в эти системы на основе сплава с памяти формы, то есть вот еще рассматривалась задача, как вращать двигатель тоже на таком материале. Вот, ну, и еще хотелось бы сказать, что там вот он оптимизировал крыло, то есть идет оптимизация. Там точек, ну, порядка 15 он использовал, чтобы формализовать вот эту вот геометрию крыла. Все современные программы вот такого общего, общей оптимизации, ну, они работают с 10-20 параметрами, дальше захлебываются. А здесь все-таки 15 параметров, задача довольно-таки сложная, и вот здесь вот начинают работать, как раз, наработки Семенова. То есть вот как-то это все сдвигается, там градиентом, спуском подойдет, но все равно это же надо все реализовать, в этом разобраться, требует квалификации высокой. То есть там нужно запускать эту программу, смотреть, что она дает, отсекать вырожденные решения, ну, которые не подходят, там, самопересекающиеся. Поэтому, ну, вот человек фон Янтун, который освоил такие подходы, такие программы, то есть как бы без сомнения заслуживает звание кандидата технических наук. Борис Никитович, на всякий случай, человек самостоятельно получил все необходимые результаты, правильно? И второе, он это проделал самостоятельно, и, ну, в принципе, и он заслуживает, вы это сказали. Все, спасибо большое. Евгений Исмельевич, благодарю вас. Сейчас нужно отметить некоторые вещи. Первое. В поступивших отзывах указано, что замечание не снижает научную и практическую ценность работы, не ставит под сомнение полученные результаты. И так как все отзывы положительные, а вопросы были оглашены ранее, то зачитаю выводы, отраженные в отзывах. Первое. В заключении организации, где проводилась обрабация, это Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования, Московский физико-технический институт, скобках Национальный исследовательский университет, за подписью Зиченкова Михаила Числавовича, кандидата технических наук доцента и заведующего кафедра прочности летательных аппаратов МФТИ и утвержденной проектором по научной работе Боганом Виталием Анатольевичем. Указано, что диссертация фон Минтуна соответствует параспорту специальности 2514, прочности тепловые режимы летательных аппаратов и рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук. Далее, в отзыве ведущей организации. Ведущая организация Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования, Московский институт, скобках Национальный исследовательский университет, в своем положительном отзыве подписанным заведующим кафедрой перспективные материалы и технологии космического назначения, доктором физико-математических наук, профессором Рабинским, Вом Наумовичем и утвержденным исполняющим обязанности проектора по научной работе доктором технических наук, профессором Ю. А. Равиковичем указало следующее, что содержание работы соответствует паспорту специальности 2514, прочности тепловые режимы летательных аппаратов, а именно следующим пунктам из паспорта. Сейчас я их зачитаю. Пункт первый. Это методы определения внешних силовых и тепловых нагрузок, действующих на объект авиационной, ракетной и космической техники на этапах транспортировки и применения эксплуатации. И. Пункт второй. Обеспечение прочности объектов авиационной, ракетной и космической техники на основе современных аналитических и численных методов. Методов натурного и полунатурного моделирования в условиях стационарных и нестационарных внешних воздействий. Также указалось, что автореферат полностью и точно отражает содержание диссертации. Указанное замечание не снижает важности полученных результатов. Диссертация «Оптимизация формы упругости элементов» при проектировании и замкнутой конструкции по критериям прочности и минимума веса является законченным научным исследованием и соответствует квалификационным требованиям положения просуждения ученых степеней кандидата наук доктора наук в МФТИ, а также требованиям, предъявляемым в высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, диссертациям на сосискание ученой степени кандидата наук согласно пунктам 9-14 «Положение просуждения ученых степеней, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации, номер 842, 24 сентября 2013 года». Автор диссертации фон Минтун заслуживает просуждением ученой степени кандидата технических наук по специальности 2-5-14 «Прочности тепловые режимы летательных аппаратов». Уважаемый член диссертационного совета, у меня все. Да, есть еще какие-либо вопросы у членов совета? Ну, по-видимому, все вопросы уже были заданы в процессе обсуждения. Дискуссия высказаться? Ну, может быть, кто-то хочет высказаться в порядке дискуссии? Хочет ли кто-нибудь сказать что-нибудь дополнительное из членов совета по диссертации? Поддержать, не поддержать или как-то что-нибудь хорошее может сказать? Ну, работа, которая сегодня нам представлена, она принадлежит к очень такому новому и, видимо, перспективному направлению. Потому что, ну, классическое крыло, которое восходит еще к Жуковскому и Чаплыгину, уже изучено вдоль и поперек, что называется, да? И, видимо, уже находится на пределе совершенства с точки зрения аэродинамики, во всяком случае. Но с точки зрения строительной механики, классическое крыло – это консоль. Эта конструкция, ну, хуже не придумаешь. Хуже всего на поперечные нагрузки воспринимает именно консоль. Поэтому вот отход от этой традиции, переход к таким замкнутым крыльям – это, конечно, наверное, одно из будущих направлений вообще в авиационной технике. И, значит, наш диссертант является одним, ну, я думаю, что, наверное, из пионеров в этой области, несмотря на то, что он опирается на труды своих предшественников. Так что в этом плане работа, конечно, очень новая, перспективная и очень добротно сделанная. Вот столько человек перелопатил материалы и столько провел расчетов, что это производит очень хорошее впечатление. Вот я бы хотел просто, может быть, это даже не вопрос, а, может быть, пожелание, что на будущее, если он будет продолжать эти работы, ведь для авиационных конструкций очень важны вопросы ресурсов. А на механическом языке это вопросы усталостной прочности. Ну, вот материалы с новыми этими свойствами, типа памяти, формы, наверное, обладают в этом плане определенной спецификой. Значит, насколько я знаю, даже для традиционных материалов вопросы усталости, ну, до сих пор нельзя считать окончательно решенными. И, видимо, этот вопрос еще более острый для материалов вот таких нетрадиционных. Так что, если диссертант продолжит эти исследования, я бы порекомендовал ему вот обратить на это внимание. А так, безусловно, конечно, работа очень серьезная. Замечания по поводу языковых вопросов, ну, они, естественно, поставьте себя на место, значит, где бы вы защищались, скажем, где-нибудь в другой стране. Так что, я думаю, в Мьянме, например, да, по-моему. Так что, считаю, что работа очень хорошая. Мы смело можем поддержать эту работу и пожелать диссертанту дальнейших успехов. Спасибо. Есть еще желающие выступить? Ну, видимо, желающих больше нет, Евгений Смайлович. Будем считать, что дискуссию закончим? Да. И я, как секретарь совета, ну, как бы, перевожу дело к следующему этапу. Нам необходимо перейти к процедуре голосования. И для этого необходимо избрать счетную комиссию. Она должна состоять из трех человек. Ну, выбор у нас не сильно большой. Два человека, я думаю, это Ржак Евгений Измаилович и Фельдштейн Валерий Адольфович. Они присутствуют. Вот, предлагаю их включить в комиссию. И, допустим, Смотрову Светлану Александровну. Вот. Как... За подписями которой придется съездить. Вот. Кто за предложенный состав счетной комиссии? Поднимите в явном виде руку, пожалуйста. Так. Светлана Александровна подняла. Так. Я вижу, что единогласно. И нам нужно избрать председателя счетной комиссии. Предлагаю в качестве председателя счетной комиссии выбрать Фельдштейна Валерия Адольфовича. Кто за? Поднимите руки, пожалуйста. Единогласно. Хорошо. Сейчас мы перейдем к процессу голосования. Попрошу всех посторонних выйти из... Остаться только членов совета и секретарю. А всех остальных выйти из аудитории на время голосования. Вас пригласят. Сережа, выключаем запись. И выключаем внешних людей. Включил, да, запись? Валерий Адольфович, пожалуйста, огласите результаты. Протокол работы счетной комиссии. Диссертационный совет факт 2.5.14.001. Соискатель фон Мьингтун. Название диссертации. Оптимизация формы упругой оси элементов при проектировании замкнутой конструкции по критериям прочности и минимума веса. Научная специальность 2.5.14.00. Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов. Ученые степень на соискании которой представлена диссертация. Кандидат технических наук. 4 июля 2023 года. Состав комиссии. Фельдштейн Валерий Адольфович, председатель. И члены комиссии. Рыжак Евгений Измаилович и Смотрова Светлана Александровна. Результаты работы комиссии. 1. Процедура голосования проведена в строгом соответствии с требованиями положения о присуждении ученой степени кандидату наук, ученой степени доктора наук в МФТИ. 2. Общее количество бюллетеней. 6. Из них роздано 6. В том числе бюллетеней удаленного участника заседаний. 2. Общее количество бюллетеней удаленного. 2. Общее количество бюллетеней нет. 3. Общее количество бюллетеней нет. 3. Подписи председателя и члены счетной комиссии. 3. Третий член комиссии подпишет в рабочем порядке. 4. Валерий Адольевич, благодарю вас. И нам необходимо проголосовать за принятие протокола работы счетной комиссии. Кто за? Поднимите руки, пожалуйста. Так. Единогласно. Далее. Евгений Ильич, разрешите мне зачитать протокол заседания диссертационного совета. Основные... Ну, просто разрешите. Пожалуйста. Хорошо. Уважаемые члены комиссии, нам сейчас нужно принять протокол заседания диссертационного совета факт 2.54001 по защите диссертации фон Минтуна, в котором указано, что мы постановили на основании результатов тайного голосования членов диссертационного совета за 6 голосов, против нет голосов, недействительных бюллетеней нет, считать, что представленная диссертационная работа соответствует требованиям положения по осуждению ученых степеней кандидата наук доктора наук в МФТИ и просудить ее автору фон Минтуну ученую степень кандидата технических наук по специальности 2.514 прочности тепловые режимы летательных аппаратов. Кто за? Поднимите руки, пожалуйста. Так, вижу, что единогласно. И третий вопрос, который нам нужно решить, уважаемый член диссертационного совета, это принять заключение заседания диссертационного совета. Проект заключения я вам рассылал дважды, да, один раз на той неделе, и вот, по-моему, в понедельник утром, после внесения, исправления всех замечаний. Есть ли у кого-либо из членов диссертационного совета еще замечания к содержанию этого документа? Похоже, что нет. Тогда предлагаю проголосовать за принятие заключения заседания диссертационного совета. Кто за? Поднимите руки, пожалуйста. Единогласно. Уважаемый член диссертационного совета, все необходимые процедуры заседания мы провели. Евгений Измаилович, вам слово. Ну что ж, прекрасная защита, прекрасная работа. Я поздравляю вас и с работой, и с такой прекрасной презентацией серьезной. И рад, что МФТИ воспитал такого замечательного, значит, аспиранта и диссертанта, и география наших научных, так сказать, связей расширяется. Спасибо. Да. Сережа, выключай запись. Так. Пойдемте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok